всем привет сегодня я расскажу вам о книге операция контроль разума уолтера борта читаем статью в англоязычной википедии уолтера борд книга операция контроль разума была опубликована в 1978 году и содержала предисловие от автора романа маньчжурский кандидат ричарда кондона это было журналистское расследование на 317 страницах посвященная контролю разума который внедрялся правительством сша с использованием наркотиков таких как лсд а также гипноза модификации поведения и других видов психологического оружия я приведу только несколько отрывков из нее чтобы вы составили впечатление о том что в ней рассказывается обратите внимание в конце есть библиография и вы сами можете посмотреть сколько литературы там перечислено по таким темам как политические убийства серое государство промывание мозгов холодная война контроль разума психополитика тоталитаризм и другие интересные годы издания всех этих книг можем себе представить уровень автора который все это прочитал переварил и написал свою книгу на простом доходчивом языке и так переходим к фрагментам из операции контроль разума глава 1 это могла быть важнейшая история после атомной бомбы однако заголовок был маленький и в нем не были упомянуты более серьезные вопросы в выпуске нью-йорк-таймс от 16 июля 1977 года содержалась статья с названием испытания наркотиков были шире чем сообщалось в 1975 году эта статья должна была называться сша разрабатывает невидимое оружие для порабощения человечеству испытания наркотиков цру были лишь частью сверхсекретного проекта правительства сша по контролю разума проект который проекта который развивался 35 лет и в котором были задействованы десятки тысяч людей он включал в себя техники гипноза наркогипноза электронной стимуляции мозга влияние на поведение ультразвука микроволнового излучения и низкочастотных звуков фактически не было ни одного аспекта управления поведением человека которая не изучалась с целью найти способы контроля памяти и воли как отдельных индивидов так и масс цру преуспела в разработке целой серии психологического оружия для расширения своего и без того внушительного арсенала с этими возможностями можно было начать новый тип войны войны за человеческий разум литература всегда предвосхищает жизнь сказал оскар уайлд литература не копирует жизнь а лепит как потребуется ричард кондон опубликовал свою превосходную работу в 1958 году это история сержанта американской армии который был взят в плен в ходе корейского конфликта и за девять дней запрограммирован с помощью гипноза на убийство по условному сигналу сержант вернулся в сша и был перенастроен на убийство после выхода из гипнотического состояния при виде бубновой дамы в колоде карт сержант автоматически убил нескольких людей в том числе кандидатов президенты сша после совершения убийства его память об этом событии была навсегда заблокирована амнезией во время публикации романа маньчжурский кандидат лишь несколько человек в мире в том числе ричард кондон знали что тотальный контроль разума возможен кондон писал художественное произведение он не знал что контроль разума уже 18 лет являлся объектом секретных исследований проводимых правительственными агентствами сша техники контроля разума которые он описал позднее применялись вплоть до бубновой дамы в качестве сигнала программистами реальных политических убийц разработавшими надежные приемы контроля над мыслями памятью эмоциями и поведением человека роман маньчжурский кандидат познакомил широкие массы с идеей промывания мозгов промывание мозгов это использование изоляции депривации пыток и идеологической обработки с целью сломать волю человека но данная книга описывала нечто большее чем промывание мозгов это был контроль разума то есть полное подчинение разума человека кому-то извне концепция кондона противоречила мнению бытовавшему в то время среди ученых и медиков что не существует способов заставить человека совершить преступное действие против его воли или морального кодекса психологические техники описаны в маньчжурском кандидате стали реальностью менее чем через десять лет после публикации романа как будто работа кондона являлась сценарием по которому была создана группа зомби запрограммированных с помощью гипноза одни из них стали убийцами убийцами действовавшими по условному сигналу другие осведомителями которых научили под влиянием гипноза запоминать мельчайшие детали происходящего курьеры перевозили нелегальные сообщения и их секреты были надежно защищены пост гипнотическими барьерами знание секретной информации удалялось из сознания тех кто больше не должен был ею владеть у них вызывали пост гипнотическую амнезию обычные пехотинцы которые сражались в грязи возвращались на гражданку без опроса о предыдущей службе давление ярости войны на них не ослабевала у них сохранялись все рефлексы на тренированных убийц а тех кого программировали с помощью тайной науки пыток террора технологий их опрашивали с особой тщательностью их память полностью стиралась после окончания военной службы и перед возвращением к мирной жизни оставались только минимальные фрагментированные знания о том кем они были и что они делали основная часть их воспоминаний была стерта с помощью наркотиков гипноза условно рефлекторной терапии модификации поведения и других чудес контроля разума я встретил свой первый случай контроля разума в разгал уотергейтского скандала молодой человек которого я знал с детства вернулся со службы в ввс сша с амнезией ничего не помню о годах в армии кроме того что прекрасно проводил время впоследствии в результате интенсивной частной психотерапии он выяснил что его подвергали гипнозу и программированию я был потрясен его историей но в 1973 году я думал что это единичный случай затем через несколько месяцев я узнал что другой человек в моем родном городе рассказал похожую историю о том как он узнал что его гипнотизировали и затем стирали ему память в ходе опроса перед окончанием службы после того как я услышал вторую историю я стал задумываться над тем как много людей подверглись стиранию памяти я решил дать следующее объявление в журнале солдат исследователь писатель заинтересован в общении со всеми имеющими информацию по использованию гипноза в армии в том числе с бывшими военными которые имеют основания полагать что их подвергли воздействию гипноза или наркотиков во время службы и у которых есть признаки амнезии или обострения памяти я получил более ста откликов многие люди говорили о том что у них амнезия я сосредоточил свое внимание на тех кто не участвовал в боевых действиях а имел допуски к секретной информации высокого уровня или были задействованы на периферии спецслужб обмен письмами и телефонными звонками сузил мое поле исследований до 18 человек которые были похожи на первых двух моих знакомых рассказавших мне об амнезии все эти 18 человек имели допуски к секретной информации и только один мог вспомнить отдельные события из своего военного опыта я сузил поле еще больше до тех кто имел хоть какое-то представление пусть фрагментарное и неполное о том что с ними произошло все их истории были вполне правдоподобными но они давали лишь смутные представления о том чем была вызвана амнезия и какие сферы поведения контролировались чтобы ответить на эти более глубокие вопросы я пошел в библиотеке и через два года исследований я смог найти достаточно научных докладов и правительственных документов на тему того что я называю операцией контроль разума хотя документально подтвержденный след контроля разума тянется на десятилетия назад он не всегда был известен именно под этим названием мои исследования были посвящены в основном периоды с 1938 года по текущий момент то есть периоду когда правительственные агентства сша разрабатывали изощренные приемы контроля разума и психополитики целью операции контроль разума в течение этого периода времени было взять людей граждан сша а также дружественных и недружественных наций и превратить их в бездумных зомби запрограммированных на подсознательном уровне которые сами того не подозревая будут замотивированы против своей воли совершать такие действия которые они не стали бы совершать по своей воле это достигалось посредством различных техник которые назывались такими именами как промывание мозгов изменение поведения гипноз условно-рефлекторная терапия в данной книге все эти техники называются контролем разума контроль разума это самое ужасное преступление которое можно представить потому что оно совершается не против тела но против разума и души в то время как цру было основным спонсором исследований по контролю разума практически все основные правительственные агентства сша были вовлечены в эти работы осознанно либо неосознанно истории которые будут рассказаны в этой книге получены от неудачных опытов по контролю разума неудачных потому что жертвы что-то помнят а там где контроль разума был выполнен успешно памяти не остается глава 2 я общался с дэвидом несколько раз в течение двух лет этот рассказ собран из тысяч страниц расшифровки наших бесед и отредактирован так что весь утомительный процесс восстановление памяти дэвида опущен он не мог вспомнить всю эту историю в ее непрерывной последовательности как и другие жертвы которые упомянуты в данной книге дэвид вступил в в сша в 1969 году хотя он ставил под сомнение причины по которым сша вела войну он чувствовал что военная служба это его долг он получил контракт в военно-медицинской службе думая что это поможет ему воплотить его мечту стать доктором однако к его большому разочарованию его зачислили в службу снабжения он почувствовал что ввс предали его однажды к нему в барак где в тот момент больше никого не было пришел человек который попросил его выйти и прогуляться с ним он сказал дэвиду что служба снабжения это прикрытие а на самом деле его выбрали для работы в органах разведки данное назначение показалось дэвиду привлекательным он принял это предложение без возражений неизвестный который беседовал с дэвидом посоветовал ему набраться терпения и освоить специальные техники компьютерного программирования которым его будут обучать до завершения проверки благонадежности через несколько недель дэвид получил допуск к секретной информации высокого уровня и был определен на авиационную базу в майнате северная дакота там он продолжил заносить номера предметов снабжения в компьютер развивая свою и без того отличную память он хорошо работал получил рекомендательное письмо и повышение до звания сержант обратите внимание к компьютер и в 69 году используется вовсю мое досье в ввс показывает что первые три цифры моей должности в службе снабжения 647 647 это какой-то вид грузчика однако я никогда не работал грузчиком пока служил в ввс когда я закончил службу все что я помнил о четырех годах проведенных в армии было то что я прекрасно проводил время я хочу сказать все фотографии все воспоминания это как я макс и пет развлекаемся ныряем валяемся на пляже собираем ракушки гуляем в джунглях только позже до меня дошло что я должен был чем-то заниматься в армии пет была молодой женщиной со среднего запада которую назначили работать секретарем дэвида как только дэвид и пет встретились на острове гуам они сразу же влюбились друг в друга пет была очень особенный она была всем о чем я когда-либо мечтал в женщине мне кажется она нашла во мне все что искала в мужчине мы довольно быстро оказались в постели и с тех пор весь период моей службы я макс и пет были неразолучны дэвид не подразумевал любовь втроем макса не привлекала пет как женщина равно как и ее не привлекал макс как мужчина они втроем были хорошими друзьями но чувства дэвида и пет друг другу были очень сильными сейчас дэвид находит странным то что они трое так замечательно поладили с первой же встречи макс был лучшим другом для дэвида а пет его лучшей подругой после окончания службы дэвид стал думать что макс пет и он были подобраны компьютером мы поладили с самого начала у нас были общие интересы нас волновали одни и те же вещи мы смеялись над одними и теми же шутками бвс берет ваши психологические тесты а вы знаете что сводные отчеты хранятся по каждому человеку в сша с первого класса и до окончания средней школы в этих отчетах есть ваша и кью результаты ваших тестов возможностей и все что накапливается вас за школьные годы они подвергают эти данные подробному изучению и определяют ваш психологический портрет ваше предпочтение и антипатии они заносят отобранные данные в компьютер и проверяют вашу психологическую совместимость с другими людьми по любому критерию в книгах про шпионов я читал о том что когда агента нелегальной разведки посылают другую страну обычно вместе с ним посылают также шпиона противоположного пола если оба человека женаты и имеют дома семьи директора спецслужб обычно находят кого-то кто сможет позаботиться о естественных сексуальных потребностях человека не подвергая риску безопасность таким образом агент не свяжется с проституткой или с кем-то кто окажется двойным агентом либо агентом контрразведки дэвид сказал что в казармах были еще несколько других женщин которые как и пэт были секретаршами но имели доступ к закрытой информации большинство из этих женщин имели близкие отношения со своими начальниками дэвид и пэт уговорились встретиться после окончания службы они обменялись домашними адресами но каким-то образом дэвид потерял ее адрес и как ни странно он не может вспомнить ее фамилию или город из которого она приехала дэвид никогда больше не видел пэт оглядываясь назад я вижу что все это было очень удобным пэт была эмансипированной женщиной я люблю именно таких женщин она удовлетворяла все мои нужды до такой степени что сейчас я не могу найти женщину похожую на нее когда ты побывал в раю сложно снова обрести рай всегда хочется вернуться назад я постоянно думаю о ней но я просто не могу вспомнить ее фамилию это пустота просто не могу вспомнить последний раз когда я видел свой файл он был изменен вместо потрепанных отчетов напечатанных на пишущей машинке там лежала чистая компьютерная распечатка я вернулся домой и все кого я встречал мои родители друзья все кого я знал заметили как сильно я изменился я был очень напуган и очень напряжен дэвид решил что надо искать работу но когда он начал этим заниматься он обнаружил что у него глубокие психологические проблемы на первом собеседовании его попросили заполнить анкету он сел за стол и начал писать он написал свое имя и заметил что у него потеют руки когда он начал писать свой адрес его сердце забилось так сильно что это было слышно ему стало не хватать воздуха он почувствовал приступ клаустрофобии дэвид пытался успокоиться но через несколько секунд он схватил листок и выскочил за дверь на следующий день он пошел на другое собеседование снова его попросили заполнить анкету в этот раз он продвинулся дальше он указал свои имя адрес дату рождения номер социальной страховки информацию о здоровье но когда он дошел до места в форме где нужно было указать опыт работы за последние четыре года он почувствовал шум в ушах затрудненность дыхания ужасающее чувство что его заперли в тесном помещении и выбежал из здания со скомканной бумагой в руках в течение нескольких следующих месяцев дэвид пытался найти работу результаты были одинаковыми он не мог преодолеть ужас который охватывал его всякий раз как у него запрашивали информацию о том как он провел последние четыре года первый психиатр которому я обратился был мужчина каждый раз как он пытался с помощью гипноза обратить меня к прошлому говоря я хочу чтобы ты вернулся назад я выходил из транса даже если это был глубокий транс мое сердце бешено стучало ладони потели и я чувствовал ту же клаустрофобию которую чувствовал при заполнении анкет со вторым психиатром алисой дэвид почувствовал себя более расслабленным алиса достигла больших успехов в гипнотерапии дэвид входил в транс быстро и глубоко но как только алиса пыталась обратиться к периоду его службы в ввс он также выходил из транса как и с предыдущим психиатром но она обнаружила что если обращаться к детству дэвида и подходить к периоду службы с более ранних лет ему легче что-то вспомнить я очень легко поддавался гипнотическому внушению но каждый раз как она говорила давай вернемся назад все мускулы в моей шее напрягались я так сильно хватался за подлокотники кресла что у меня белели костяшки пальцев теперь тебе нужно решить хочешь ли ты нормально функционировать или ты хочешь открыть эту тайну узнать кто это сделал зачем и что они хотели скрыть от твоего собственного сознания сказала алиса поскольку терапия поглотила почти все сбережения семьи дэвид знал каким должен быть ответ он сказал алисе что его устраивает просто нормально функционировать через еще через два месяца лечения алиса и дэвид провели свой последний сеанс через какое-то время дэвид начал вспоминать отдельные события теперь он может восстановить картину по крайней мере нескольких видов деятельности которую он вел во время своей гипнотической службы в армии я знаю что мне тренировали память в марбо по каким-то причинам я вставал на три часа раньше остальных и ездил куда-то с отчетами а потом приступал к работе в восемь тридцать я помню что ездил на автобусе из марбо на базу и я был в том автобусе единственным но я не помню куда конкретно я ездил перед тем как приступал к работе я подозреваю что работа на компьютере была частью тренировки памяти но я не могу точно сказать что это было я просто не помню детали но у меня есть ощущение что меня использовали как человека диктофона я чувствую что меня использовали почему они взяли военнослужащего который работал в снабжении в каждом отряде есть сотрудник снабжения поэтому я думаю что это идеальное прикрытие снабженец это самый обычный человек он крайне мало заметен насколько хорошо это сработало с их точки зрения я не знаю но с моей точки зрения совершенно не сработало все страхи и сомнения которые я испытываю сейчас после долгой работы с психиатрами которым я платила своего кармана показали что эксперимент если он был таковым в моем случае не увенчался успехом я никогда не задумывался над тем чтобы отдать жизнь за свою страну но возможно я отдал нечто гораздо более важное пока служил в армии мою душу глава восьмая пенди джонс была секс символом во времена второй мировой войны как и другие девушки с обложки она была любимицей солдат на передовой и чувствовала что это ее долг развлекать их рядом с полями сражений она проработала курьером цру под воздействием контроля разума в течение 12 лет однажды во время второй мировой ее направили в военный госпиталь в маниле там она познакомилась с военным врачом которого она идентифицирует только под псевдонимом жильберт дженсен впоследствии именно он предложит ей стать курьером цру в 1959 году кэнди основала школу для моделей в нью-йорке однажды к ней в офис пришел человек который представился агентом фбр он попросил у нее взаймы ее микрофон в форме статуэтки и ей польстило что фбр просит ее о помощи кэнди сказала что он может взять микрофон на любой срок через месяц мужчина вернулся с микрофоном и с еще одним агентом эти люди спросили кэнди не согласится ли она чтобы почта для них приходила к ней в офис это будут письма адресованные несуществующим людям и приходящий на адрес ее модельной школы некоторые письма могут быть отправлены из европы и адресованы лично ей либо некоему несуществующему мужчине если такое случится она должна позвонить по определенному номеру и доложить о прибытии корреспонденции кэнди опять почувствовала себя польщенной и сказала что будет счастлива помочь однажды кэнди поехала по делам другой город там она остановилась в отеле ей позвонил человек который представился как жиль дженсен это был тот самый врач которого она встретила в госпитале на филиппинах есть интересная работа которую ты могла бы сделать для цру и она не будет мешать твоему бизнесу кэнди сказал ей жиль также он пообещал что работа будет очень хорошо оплачиваться а поскольку в тот момент кэнди нужны были деньги она решила узнать что же предлагала цру биограф кэнди дональд бэйн написал в книге контроль кэнди джонс ее мучили привязывали пытали ее роль была маленькой она была просто курьером который доставлял послание факт что она сама согласилась выполнять эту работу привел к тому что она испытала множество профессиональных опасностей но кэнди не была готова к тому чтобы стать подопытным объектом в секретном научном проекте цру который имел целью контроль разума она против своей воли стала лабораторным объектом на целые 12 лет и только свадьба спасла ее от последней стадии приключения самоубийство запланированного доктором живбертом дженсеном в 1973 году кэнди вышла замуж за своего старого друга джона в ночь после свадьбы джон заметил что его жена ведет себя как-то странно она вылезла из кровати и пошла в ванную комнату посмотреться в зеркало когда она вернулась джон сказал я увидел человека который был похож на мою жену но это не была она на следующий вечер странное поведение кэнди повторилось кроме того ее мучила бессонница джону стало любопытно что же скрыто в прошлом его жены и он начал задавать ей вопросы она рассказала ему о том что общалась с фбр в 1959 году также она рассказала ему что время от времени совершает маленькие поездки по поручению правительства джон сказал кэнди я читал в книгах что гипнозом можно вылечить бессонницу хотя он никогда не пытался никого вводить в состояние транса он много читал об этом и предложил ей попробовать она посмеялась и сказала меня нельзя закипнотизировать джон но после того как джон начал проводить сеанс гипнотерапии она вдруг быстро и глубоко уснула в серии монологов под гипнозом кэнди рассказала что у нее есть альтер эго девушка по имени орлин джон заинтересовался описанием того как доктор дженсен пытался закипнотизировать кэнди по ее словам когда он предложил ей гипноз и она очень уверенно ответила что ее нельзя закипнотизировать он согласился что это должно быть правдой судя потому что он знал о ее характере воспоминания извлеченные из подсознания кэнди говорили о том что дженсен регулярно делал ей инъекции витаминов джон подумал что это могли быть наркотики с гипнотическим эффектом хотя кэнди всегда была хорошим объектом для гипноза использование наркотиков открывало больший доступ к глубинам ее и без того податливой личности когда джон начал спрашивать кэнди про дженсен в ее сознательном состоянии он обнаружил что она может предоставить очень мало информации о докторе она помнила только как посещала его во время первой поездки по заданию ЦРУ но она не помнила ничего о том что происходило в его офисе а также не помнила событий своей жизни которые последовали непосредственно после этого визита джон стал опасаться что доктор из ЦРУ все еще имеет власть над разумом его жены в ходе многократных гипнотических сеансов джон собрал фрагменты воспоминаний кэнди и у него получился портрет доктора сатаниста из ЦРУ но как пишет дональд бейн основной проблемой во время добывания этого материала было то что кэнди джонс была запрограммирована дженсеном не помнить и это программирование оставалось крайне эффективным джон позднее обнаружил что во время того самого первого визита дженсен получил очень важную информацию от кэнди а именно то что у нее была воображаемая подруга орлин этот факт стал основой для методичного расщепления личности поскольку дженсен хотел сделать курьером именно орлин а не кэнди решение кэнди стать курьером было сознательным но с первого визита в офис дженсена она стала ничего не подозревающей жертвой операции контроль разума дженсен заставил ее подписать соглашение о неразглашении которое делала ее сотрудницей правительства и таким образом она утрачивала свое право на законную компенсацию за тот вред который ей причинил контроль разума дженсен называл имя орлин и у кэнди начиналась сильнейшая боль в животе перед тем как орлин завладевала ее личностью когда орлин отказывалась появляться дженсен делал кэнди инъекцию и однажды он неправильно рассчитал дозу и сделал ей 3 инъекции подряд после чего кэнди уснула на 14 часов дженсен очень испугался потому что ему было очень трудно оживить ее под гипнозом кэнди рассказала своему мужу джону что дженсен давал ей такие наркотики как аминозин резерпин и сульфазин а также два вида сыворотки правды а металл натрия и пентатал натрия она была запрограммирована так чтобы не позволить ни одному доктору кроме дженсена лечить себя подробности насчет роли кэнди как курьера под контролем разума ЦРУ были собраны воедино из сотен часов аудиозаписей ее монологов под гипнозом постепенно кэнди стала понимать что некоторые люди из числа тех кому она доставляла сообщение могли иметь свои причины убить ее чтобы защитить себя она написала письмо своему адвокату и положила два экземпляра в индивидуальные сейфы в двух разных банках даже разговоры с мужем о возможной психотерапии приводили к сильнейшим желудочным коликам у кэнди она фактически была двумя зомби а не одним кэнди и орлин сестры соперницы были заперты в одном теле они разговаривали друг с другом но никому кроме дженсена они не говорили друг о друге они вместе ездили по заданиям ЦРУ кэнди джонс работала на территории сша а орлин грант вступала в роль как только самолет пересекал границы страны обычно по приезду из нью-йорка в сан-франциско кэнди сразу же ехала в офис дженсена там она переодевалась надевала черный парик и брала свой поддельный паспорт на имя орлин грант дженсен вызывал альтер личность орлин и посылал ее в юго-восточную азию с поручением о доставке корреспонденции в своей книге дональд бэйн пишет что орлин часто возила с собой конверт но он справедливо задается вопросом было ли что-нибудь в этом конверте есть большая вероятность что кэнди возила свои тайные послания внутри своей головы там они были надежно защищены и высвобождались только при звуке правильного сигнала то есть триггера однажды кэнди вспоминала в состоянии гипноза как один из тех кому она доставила сообщение привязал ее к электрическому ящику и многократно подвергал ударом током в области плеч рук и груди хотя реальное событие произошло почти за 10 лет до этого сеанса гипнотерапии физические ощущения оживленные в ходе этих воспоминаний были так сильны что ее лимфатическая система продемонстрировала защитную реакцию и точно в тех местах куда были прикреплены электроды появились волдыри согласно рассказу кэнди пытка прекратилась только после того как китаец поговорил с кем-то по телефону другой раз ее также пытали электродами и спрашивали о содержании письма которое она доставила когда кэнди не могла ответить мучители положили ее руку в коробку со скорпионом очевидно это была тактика и устрашение потому что когда скорпион укусил ее они сразу же прекратили пытку электротоком и оказали ей медицинскую помощь кэнди рассказала мужу что однажды ей срезали ногти под корень чтобы заставить ее говорить в другой раз ей что-то засунули в уши чтобы вызвать боль но программирование доктора дженсона работало и она ничего не сказала несколько раз кэнди отправляли на учебный полигон цру который назывался фермой миру он был известен как кэмп пири и внешне выглядел как обычный военный объект там кэнди овладела навыками обыска комнаты и диверсионно-террористической деятельности включая совершение необнаружимого поджога ее научили как использовать помаду с ядом чтобы убить саму себя и как с помощью той же помады убить другого человека воткнув в нее булавку а затем проколов этой булавкой жертву она научилась использовать кислоту для самообороны и нападения стрелять из разных видов оружия лазать по канату писать закодированные послания на своих ногтях и затем покрывать их лаком кэнди очень повезло что она вышла замуж за джона небеля как раз тот день когда она должна была заселиться в отель свадьба отложила ее поездку в насау и помешала программе самоубийство которое было запрограммировано на тот же месяц но сегодня несмотря на большую помощь джона в избавлении кэнди от программирования доктор дженсен все еще частично владеет ее разумом их с мужем патриотизм мешает им рассказать всю правду по каким-то причинам джон небель кэнди джонс и дональд бэйн скрывают реальные имена программистов кэнди в книге бэйна сказано что жильберт дженсен это псевдоним глава 20 серое государство использовало контроль разума на протяжении последних 30 лет на своих агентах и сотрудниках на врагах и друзьях на тысячах американцев без их ведома и согласия у цру есть убийцы и курьеры под контролем разума эта организация открыто признавалась что использует контроль разума обычно между лабораторной разработкой новой технологии и ее широким внедрением проходит около 20 лет техники наркогипнозы были разработаны до второй мировой войны и стали широко применяться в 60-х годах следующий этап контроля разума был основан на радиации которая может стимулировать мозг для целей удаленного контроля эта технология сегодня существует на экспериментальном этапе мы можем быть уверены что через 20 лет она будет широко использоваться на людях вне правительства манипулировать массами намного легче чем отдельными индивидами ряд исследований показал что люди в группах ведут себя иначе нежели по отдельности один опыт проведенный военно-морскими силами США показал что самым сильным способом изменить поведение является давление со стороны группы сверстников или групповой нажим тот же механизм работает в психологии толпы контролируя лидера толпы можно контролировать всю толпу через простое внушение очевидно что серое государство имеет желание и технологии контролировать нас всех контроль разума в том виде как он существует сегодня через 20 лет станет доступен любому кто захочет его применить и кто сможет себе это позволить было несколько судебных разбирательств в демократических государствах где гипнотизеры заставили кого-то совершать преступления под влиянием постгипнотического внушения преступники грабили банки или убивали не осознавая своих преступлений в этих судебных делах вина была возложена на тех кто занимался контролем разума гипнотизеры получили тюремные сроки в то время как исполнители были либо освобождены либо их сроки были значительно сокращены в сша таких прецедентов не было все я закончила отрывки с книги что я хочу сказать я привела вам только две истории людей которые на протяжении нескольких лет не принадлежали сами себе но в этой книге вы найдете истории многих других жертв контроля разума среди них те кто считаются убийцами по политическим мотивам например Сирхан Бешара Сирхан предполагаемый убийца Роберта Кеннеди Джек Руби предполагаемый убийца Ли Харви Освальда Джеймс Эрл Рей предполагаемый убийца Мартина Лютера Кинга и другие трудно утверждать лично мне что эти люди реально кого-то убивали любое политическое убийство это шоу где преступления совершают одни козлами отпущения выступают другие я не буду подробно анализировать истории Дэвида и Кенди я не буду говорить почему я выбрала именно эти две что меня в них удивило что я считаю типичным для всех жертв контроля разума которых я читала или слышала я надеюсь что вы напишите мне свои наблюдения еще раз напоминаю что книга написана 41 год назад и если все это уже было тогда мы можем представить себе что творится сегодня при нынешнем уровне технологий если вы знаете английский прочитайте эту книгу не пожалеете если вы его не знаете прочитайте хотя бы роман Маньчжурский кандидат автор которого Ричард Кондон написал предисловие к книге операция контроль разума что касается романа я нашла только издание 2005 года на русском языке оно вышло сразу после фильма 2004 года я не знаю какое там качество перевода но я думаю что это лучше чем ничего я бы хотела чтобы вы восприняли роман Маньчжурский кандидат не как вымысел а как произведение основанное на реальных событиях что касается гипноза напишите в комментариях кто ему подвергался и какие у вас были ощущения я хочу сравнить со своими я считаю что гипноз это очень мощное средство хотя мало кто из нас считает себя внушаемым мы склонны полагать что на нас трудно чем-либо воздействовать а гипноз представление обывателя это нечто вроде шарлатанства но давайте вспомним что в те времена когда еще не было медикаментозного наркоза человека вводили в состояние транса для выполнения хирургических операций и Дэвид и Кэнди быстро и легко входили в транс причем Кэнди заявлял своему мужу когда он предложил ей гипноз что она совершенно не внушаем история спасения Кэнди мне напомнила историю Кэти Убрайан и Марка Филлипса особенно в части применения гипноза людьми которые много читали о нем но сами раньше не пробовали мне кажется при желании любой человек может этим техникам научиться и давайте напоследок вспомним еще проект МК Ультра и другие менее известные в России про эксперименты над людьми и если власти объявляют что проект завершен что это значит обыватель думает что эксперимент оказался неудачным его свернули про него забыли на самом деле это может значить что произошел переход со стадии эксперимента в стадию широкого применения это очень важный момент и закончить ролик я хочу фрагментом из рассказа автора книги о встрече с бывшим агентом спецслужб который предположительно совершал убийство из всего этого диалога мне запомнился механизм устранения свидетеля я его сейчас приведу если бы они захотели избавиться от вас я бы добыл ваш паспорт или дупликат паспорта с вашим фото я бы вырвал это фото и наклеил туда фото любого другого человека после того как мы вас закопали тот чье фото наклеено в ваш паспорт поехал бы с этим паспортом в Австралию ваши друзья или близкие начали бы вас искать они бы в какой-то момент связались с таможней Австралии и те бы сказали да, этот парень въехал к нам тогда-то и тогда-то к тому времени человек, который въехал по вашему паспорту уже бы вернулся по другим документам и даже самый лучший детектив сказал бы что вы уехали в Австралию и не вернулись как-то так ВЕСЛАК 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы все слышали теорию о том, что под гипнозом человек не может выполнять действия, которые идут вразрез с его моральными принципами. Это, конечно же, ерунда. Тот, кто делает заметки, может позже просмотреть работу Брэндмана «Эксперименты в области гипноза и антисоциального поведения». Или же работу Уэллса, которая, если мне не изменяет память, называется «Эксперименты в области гипноза и преступления». Очень занятные книжки. Уважаемый Ян, с годами вы становитесь все многословными. Не могли бы мы перейти прямо к делу? Этот человек уже убил кого-нибудь. Или еще нет. Вы кого-нибудь убивали? Нет, мэм. Даже в бою? В бою? В бою, думаю, да. Дайте мне, пожалуйста, шарф. Рэймонд, кто в этой группе вам больше всех не симпатичен? Больше всех? Верно. Может, Эд Мэйвл? Думаю, вы правы. Отлично. Итак, Рэймонд, возьмите этот шарф, оберните вокруг его швей и задушите Эд Мэйвл. Приступайте. Хорошо, мэм. Прошу прощения. Позвольте. Сержант, пожалуйста, тише. Сидите смирно и немешательным. Есть, мэм. Хорошо. Оisesti. Оста. Оста. Оста.